Колизей, Помпей, Навмахия, Тит, Рим, Везувий. Блеск и слава Древнего Рима. В ту ночь, 2000 лет назад, граждане Рима не могли уснуть от волнения. На следующий день должны были начаться грандиозные празднества. Наконец, забрежья лазаря нового дня. Рано утром римляне выбежали из своих домов и поспешили к только что построенному амфитеатру. Им предстояло увидеть торжественное открытие исполинского сооружения. Сначала его строительство прошло целых 8 лет. Такой роскоши и великолепия Рим еще не видел за всю свою долгую историю. Древнеримский поэт Мартиал воспел Колизей такими возвышенными словами. Египтяне, не гордитесь своими пирамидами. Ассирийцы, не гордитесь Вавилоном. Им не сравнится с новым амфитеатром императора. Это символ славы, который затмит все человеческие творения. Новый амфитеатр императора, который поэт описал как величайшее здание из всех построенных человеком, это Колизей. Колизей. Политическая арена императоров. В Риме теряется ощущение времени, потому что этот город полон памятников тысячелетней истории. Его улицы хранят следы славного прошлого. Великолепные произведения искусства и архитектуры. Как писал один из его историков, все древние культуры стекались в великое озеро по имени Рим. И все великие культуры с тех пор вытекают из великого озера по имени Рим. Иными словами, Рим — это колыбель западной цивилизации. Колизей до сих пор остается самым известным сооружением времен Римской империи. До наших дней сохранилась примерно треть амфитеатра. Но когда-то это был самый большой амфитеатр империи. Он являлся, помимо прочего, политической ареной императоров. Спустя 80 лет после Рождества Христова здесь прошли пышные торжества в честь открытия Колизея. Праздництва продолжались сто дней, каждый из которых был полон чудес и невероятных зрелищ. Император Тит был мастером в организации торжеств. Недавно коронованный монарх устроил невиданный праздник для своих подданных. Дарио Саррия, профессор, Американский институт римской культуры. В Колизее проводилось множество представлений. Одно из них, пожалуй, самое известное, было совершенно невероятным. Оно называлось Навмахия. Это было морское сражение внутри Колизея. Трудно представить, что здесь инсценировались подобные зрелища. Воспевая в стихах «Стодневные торжества», поэт Марциал пишет следующее. Вы, пришедшие издалека, чтобы увидеть это священное празднество, не удивляйтесь водам моря и битве кораблей. Но я скажу вам правду. Это место — суша. Как же такое было возможно? Колизей был оборудован сотней с лишним питьевых фонтанов. Таким образом, под ним пролегали каналы. Свидетельство этого можно найти внутри сооружения. Вот явные следы канала, который когда-то опоясывал весь амфитеатр. Хайнс Юргенбесте, археолог, Германский археологический институт в Риме. Мы видим, где пролегал канал, он шёл вокруг арены. Вода поступала в этот канал извне и текла вокруг арены. Над каналом располагались места сенаторов. Канал имел 30 люков, через которые вода вытекала. Затем эта вода поступала в подземные ёмкости, находящиеся под ареной. Вот специальные отверстия. Они были соединены с каналом, находившимся на более высоком уровне. Из канала вода поступала через эти отверстия сюда, вниз. А отсюда в бассейн. Когда она заполняла бассейн, в нём можно было устраивать навмахи. В дни открытия Колизея его подземное пространство выглядело совсем не так, как сегодня. Подаренный амфитеатр, при его обновлениях в разные времена, было построено множество различных помещений. Как же выглядел амфитеатр изначально? Розелла Реа, директор музея Колизея. Намного позже открытия Колизея, при императоре Тите, в огромном подземном пространстве Колизея, над которым располагалась арена, и в котором мы сейчас находимся, были построены из кирпича разные помещения. Во времена Тита арену поддерживала деревянная конструкция, которую можно было убирать, когда устраивались битвы кораблей, то есть навмахи, и вновь устанавливать, когда было необходимо использовать арену. Дирекция Колизея восстановила часть этой разборной конструкции, существовавшей во времена Тита. Вот как выглядела арена в собранном виде. Чтобы инсценировать здесь морскую битву, и арена, и ее деревянные опоры убирались. Открывшееся пространство заполнялось водой из подземных каналов через 30 специальных отверстий. Вычислено, что на заполнение этого резервуара с 65 тысячами литров воды требовалось от 2 до 5 часов. Затем в это искусственное озеро выходили корабли. Навмахи сначала устраивались на реках и озерах. Воины разыгрывали битвы кораблей, празднуя военные победы. Но в Навмахи, которая устраивалась в Колизее, участниками инсценировок были рабы и заключенные. У их сражений был смертельный исход. Одна из команд должна была полностью разгромить соперников. КОНЕЦ 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 Еще одним популярным зрелищем в период 100-дневных празднеств были сражения людей и животных. На арену выпускали хищных зверей, которых травили и убивали. Вот как ярко описывает один из таких боев Марциал. Он пронзил своим мечом медведя, царя зверей. Он поразил также свирепых львов и злобных леопардов, совершив подвиг, достойный самого Геркулеса. Когда животное было убито, его тушу не выбрасывали. С него снимали шкуру, ее дарили зрителям. Мясо шло в пищу другим животным, находившимся в особых зверинцах и предназначенном для новых представлений. Кости свозились на свалки, расположенные вблизи Колизея. Где их сейчас находят? Во втором выставочном зале Колизея можно увидеть кости тропических животных, не обитавших на территории современной Италии. Откуда же привезли этих животных? Рим В те времена Рим правил большей частью известного людям мира. Римская империя простиралась от территории теперешней Шотландии, на севере, до стран Средиземноморья и Египта на юге. С разных концов этой огромной территории римляне могли привозить в свою столицу экзотических животных. Слонов из Северной Африки, бегемотов из Нуби, львов из Месопотамии. Для римлян животные имели большое символическое значение. Они представляли непосредственно те провинции, которые были завоеваны Римом, и под властью которого они объединялись. Чем дальше находились места, откуда привозили самых экзотических животных, тем ярче проявлялось могущество Рима. Согласно записям, только в первый день торжеств было убито около пяти тысяч животных. И эти невероятные празднества продолжались целых сто дней без перерыва. Но для чего? Что побудило императора Тита устроить такие кровавые увеселения? Ответ на этот вопрос можно найти в истории жизни отца Тита, императора Веспасиана. В 69-м году нашей эры Титу и его отцу Веспасиану было поручено подавить бунт в далекой римской провинции Иудея. В те времена империю сотрясали восстание. После того, как преследуемый бунтовщиками император Нерон покончил с собой, наступил период хаоса, в котором три императора сменили друг друга на троне в течение одного года. Легионы, стоявшие в восточных провинциях империи, объявили девятым императором Рима Веспасиана. Сенат официально одобрил это решение. Веспасиан передал управление Иудеей своему сыну Титу, а сам спешно вернулся в Рим. Прежде всего, новый император решил перестроить город, значительно пострадавший от народных волнений. Но еще более важной задачей для монаха было укрепление его императорской власти. В отличие от предыдущих императоров, он происходил не из царского и даже не из аристократического рода. Веспасиан был по рождению простолюдином. Чтобы получить поддержку народа, он должен был создать себе образ, контрастирующий с образом Нерона, непредсказуемого и жестокого тирана. Что мог Веспасиан сделать для граждан Рима, павших духом после нескольких лет страданий от деспотии? Император решил преподнести им роскошный подарок — колизей. Владыки Рима построили амфитеатры во всех городах империи. Строительство амфитеатра для проведения гладиаторских боев было одним из лучших способов завоевания народной поддержки. Выходцу из низов в Веспасиану она была необходима для легитимизации его власти. Бои гладиаторов были в Риме крайне популярны. Успешных гладиаторов повсюду ждал восторженный прием. Вечером накануне боя устраивался пир. Большинство гладиаторов были рабами или пленниками, захваченными во время войны. Но, несмотря на свой низкий социальный статус, они обретали славу и богатство. Их пот продавался в виде парфюма. Женщины платили за возможность встретиться с ними. Гладиаторские бои были одним из любимых зрелищ римлян. Вот почему император Веспасиан решил построить именно амфитеатр. Но он хотел, чтобы этот амфитеатр был особенным. Чтобы это сооружение затмило любое другое, созданное предыдущими правителями. Веспасиан был новым императором. Он желал укрепить свою власть и строил для этого здания, символизирующие власть его династии. Построив Колизей, он одновременно провозгласил власть своей династии, династии Флавиев, и подарил римлянам новую главную арену для массовых зрелищ. Это был расчетливый политический шаг. Даже местоположение Колизея имело политический смысл. Веспасиан построил свой амфитеатр там, где прежде стоял дворец императора Нерона, в самом сердце Рима. Дворец назывался Домус Ауреа, что означает «золотой дом». В этом роскошном здании было около 150 комнат, а в центре его искусственное озеро. В 64-м году нашей эры Рим охватил страшный пожар. Выгорело две трети города. Тысячи людей погибли или остались без крыши над головой. После этой катастрофы Нерон конфисковал 800 тысяч квадратных метров земли, пострадавшие от огня. Именно на ней он возвел свой золотой дом. Веспасиан решил снести дворец, построенный Нероном, для личного пользования и построить на его месте общественное сооружение, которым могли бы пользоваться все граждане Рима. Вот почему Колизей, в отличие от других амфитеатров, находится в центре города. Нерон отбирал дома у граждан, чтобы построить на их месте часть своего огромного поместья. А Веспасиан снес, уничтожил золотой дом, чтобы, построив Колизей, вернуть это место народу. В политическом смысле этот благородный жест сильно укрепил его репутацию. Озеро, находившееся в центре гигантского дворца Нерона, пришлось осушить. В 72-м году нашей эры строительство амфитеатра наконец началось. Это было поистине исполинское сооружение. Его конструкция была необычной. Строилась, в сущности, комбинация из двух амфитеатров. Окружность внешнего, согласно плану, была 527 метров. Наибольший диаметр — 180 метров. Из-за таких масштабов строительство оказалось крайне сложным. Но главной проблемой было то, что высота сооружения составила 52 метра. Это высота современного 17-ти или 18-ти этажного здания. Она кажется невероятной, учитывая то, что колизей построен из камня. Джорджи Крочи, профессор, Римский университет Лас-Апиенса. Построить такое сооружение, как колизей, при помощи традиционных технологий было бы невозможно. Даже египетские пирамиды с точки зрения их структуры более простые сооружения. Их конструкцию проще уравновесить. Сама их форма облегчает эту задачу. Таким образом, для постройки колизея требовались новая строительная концепция и новые материалы. Для осуществления новой строительной концепции большое значение приобрело изобретение арки. Арка строилась с помощью деревянных лесов. В ее высшей точке помещался так называемый замковый камень. Распределяя вес на обе стороны арки, замковый камень позволял разместить поверх арки большее количество строительных камней. Колизей — это целая симфония арок. Бесчисленные арки нужны были для устойчивости сооружения. Они создавали структуру, подобную пчелиным сотам. Строительство колизея стало возможным благодаря системному расположению арок. Получилась конструкция очень легкая, учитывая размеры сооружения, и в то же время очень прочная. Сплошные стены были заменены более легкими структурами, состоящими из столбов и арок. Пространство между столбами образовали нечто вроде огромных окон, стены. Что сильно облегчило конструкцию, не уменьшив ее прочности. Арка произвела революцию в древнеримской архитектуре. Уменьшив вес и объем материалов, можно было сооружать более высокие здания. И все же 52-метровое сооружение не могло держаться только на арках. Было необходимо еще одно изобретение. Внимательно изучив руины Колизея, мы с удивлением обнаружим там современные строительные материалы. В том числе кирпичи и бетон. Да, римляне использовали бетон. Они изготавливали смесь, которую называли опус цементисиум. От этого названия произошло слово цемент. Смешивая этот материал с песком и галькой, они получали бетон. А опус цементисиум они производили, подмешивая в известь с водой особое вещество. Этим веществом был вулканический пепел. Они обнаружили, что земля из местности Пацуоли, находящейся вблизи Неаполя, то есть вблизи вулкана Везувий, имеет свойство очень прочно связывать между собой камни и кирпичи. Камни Камни часто заменялись терракотовыми кирпичами. При постройке Колизея было использовано свыше миллиона таких кирпичей. Римские строители выкладывали из кирпичей две неширокие стены, а затем пространство между ними заполняли бетоном, сделанным из цемента, гальки и вулканической земли Пацуоли. Римляне смогли создать такое высокое сооружение, как Колизей, благодаря сочетанию различных материалов. Они изобрели и использовали в строительстве более легкие и прочные составы и смеси, которые произвели революцию в римской архитектуре и сделали возможным создание Колизея. Колизей стал площадкой для испытания самых передовых материалов и механизмов. Один из примеров хитроумное подъемное устройство, изобретенное римлянами. При постройке Колизея работал кран, оборудованный воротами. Он был необходим для подъема тяжелых материалов на верхние леса. воротами. В разработке этого механизма участвовал сам Веспасиан. Медленно, но верно поднималось над городом творение, прекрасное и величественное, словно оно было создано лично самим императором. Внешние стены Колизея были отделаны мрамором. Каждый этаж опирался на колонны определенного греческого ордера. Второй этаж на простые, но элегантные дорические колонны, третий на ионические колонны с завитками на капителях, четвертый на богато украшенные коринфские колонны. Поверхность арены была посыпана песком, сидения трибун высечены из мрамора. На стенах Колизея были установлены специальные мачты для разворачивания так называемого вилариума. Этот навес из длинных полос ткани можно было развернуть и свернуть, что делали тысячи работников с помощью веревок. Благодаря этому навесу для зрителей появлялась тель даже в самые знойные дни. Статуи, стоявшие под арками внешних стен, подчеркивали значение Колизея. Веспасиан подарил украшения из личного сада Нерона публике. Колоссальную статую Нерона, стоявшую прежде перед его домом, Веспасиан превратил в статую Бога Солнца. Именно от слова колосс происходит название Колизей. Веспасиан надеялся, что благодаря Колизею его будут помнить как того императора, который вернул Риму республиканские ценности. Через восемь лет после начала работ Колизей наконец был достроен. Вот какими словами прославлял его Марцелл. Рим вновь обрел свою былую славу. Благодаря мудрым управлению императора, прежнее пристанище тирании обернулось восторгом для граждан. Но успех строительства Колизея озадачил ученых нового времени. Римская казна была пуста после бездумного правления Нерона и трех последующих императоров. Как же удалось Веспасиану найти финансирование для столь масштабных работ? Ответ можно найти внутри Колизея. А именно в надписи, обнаруженной вблизи южного входа в амфитеатр. Эти буквы высечены в более поздний период, но, соединив между собой отверстия от гвоздей, археологи восстановили изначальную надпись. Вот что она гласила. Император Веспасиан построил новый амфитеатр благодаря военным трофеям. Иными словами, построить Колизей помогла война. В феврале 78-го года нашей эры подверглись штурму крепостные стены Иерусалима. Тит, который вел теперь борьбу с повстанцами иудеи вместо своего отца, сломил последнее сопротивление восставших и захватил Иерусалим. Во знаменовании этой победы была возведена Триумфальная арка Тита. На арке изображено триумфальное возвращение Тита в Рим. Ржествующие воины несут священные реликвии, похищенные из Иерусалимских храмов. Среди них стол, труба и минора на семь свечей. Говорят, что Тита, возвращавшегося в Рим, сопровождала бесконечная вереница повозок с трофеями. Бесчисленные богатства, захваченные в Иерусалиме, были использованы для оплаты строительства амфитеатра. Работать на нем заставили 30 тысяч иудеев, захваченных в рабство. Колизей — это дар завоевателей своему народу. В 79-м В 79-м году нашей эры, когда грандиозные работы были близки к завершению, император Веспасиан скончался. Открыть амфитеатр предстояло Титу, новому императору. Колизей являлся важной политической ареной и для Тита. Новый монарх решил устроить праздник, равный творению его отца по роскоши и великолепию. Чтобы добиться этого, он задумал 100-дневные торжества. Чтобы участвовать в них, люди должны были приобрести билеты. В Колизей вели 72 входа. В каждом билете указывался определенный вход, через который должен был войти зритель. Благодаря такой системе тысячи людей могли войти в амфитеатр и покинуть его очень быстро. Всего за 30 минут 50 тысяч человек заполняли весь Колизей. Каждый вход ввел в определенный сектор. Места в нижних рядах предназначались для аристократов. Выше сидели знатные воины, еще выше простолюдины. Наконец, в самых верхних рядах, куда можно было подняться только по очень крутым лестницам, теснились люди, не имевшие римского гражданства и женщины. Эти места были бесплатными. Рассадка в Колизее производилась согласно четкой иерархии. Те, у кого было больше денег, находились ближе всех к происходящему на арене. Эти люди дорого платили за свои места. Чем дальше от арены и чем выше располагались места, тем меньше денег было у их обладателей. В первых рядах, естественно, сидели сенаторы и знатные воины. Выше находились представители более низких слоев общества, даже освобожденные и не освобожденные рабы, то есть все римское общество в миниатюре. Вход для императора и его зрительское место были устроены так, чтобы его было видно как можно лучше. Цезарь, Цезарь! Император находился на вершине римского общества и Колизей являлся идеальной сценой для демонстрации его власти. Сто дней в Колизее словно море бушевали страсти. Главным событием празднец стали гладиаторские бои. Они вызывали бурю эмоций у зрителей. В этих поединках каждый участник был между жизнью и смертью. Каждый миг мог стать решающим. «Будет побежденный жить или умрет?» решал император. Но он не принимал решения в одиночку. Он опирался на мнение своего народа. К несчастью для побежденного в этот день народ выбрал смерть. колизей давал императору возможность встречаться со своим народом. Узнавать мнение и настроение подданных. Только в таких публичных местах монарх мог так близко соприкоснуться со своими подданными. Колизей очень важное место. Здесь император мог общаться с народом. Амфитеатр вмещал 50, может быть, даже 60 тысяч человек и более. Они смотрели представления, но помимо этого император мог установить с ними контакт и, в конце концов, завоевать их симпатии. Колизей — место не только для развлечений, но и для определенной политической деятельности. Главная его роль была в том, что здесь император мог менять общественное мнение в свою пользу. Тит давно понял, насколько важно для него умение прислушиваться к мнению подданных. Он заплатил высокую цену за этот опыт. Находясь в Иудее, он встретил и полюбил Беренику, дочь иудейского царя Ирода Агриппы I, поддерживавшего римлян. Ее и Тита связывали очень близкие отношения. После захвата Иерусалима Тит вернулся к своему отцу в Рим. Но влюбленные недолго были в разлуке. Береника вскоре также прибыла в Рим, чтобы возможно стать женой Тита. Состоялась долгожданная встреча. Император и Береника уже мечтали о совместном будущем. Они поселились в поместье Тита как пара новобрачных. Береника уже ощущала себя императрицей. Но народ Рима этот союз не одобрил. Граждане Рима не хотели, чтобы женой императора стала иудейка. Римляне еще помнили, как любовь Марка Антония к Клеопатре ввергла империю в хаос войны. К тому же у Тита было много политических соперников. Чтобы не потерять власть, он был вынужден отправить возлюбленную обратно в Иудею. КОНЕЦ Заняв престол, Тит предпочел оставаться свободным и до конца жизни так и не женился. Народ Рима обладал большой властью, и император понимал, насколько важны отношения правителя и его подданных. Например, народ мог вмешаться в ход публичной казни, выразить свой протест и даже остановить казнь. Когда решалась участь гладиатора, потерпевшего поражение на арене, император приговаривал его к смерти, народ мог сказать свое нет. Глаз народа обладал мощным воздействием на власть, император был обязан его услышать. Если сокращались поставки зерна и людям угрожал голод, они громко заявляли об этом. Император должен был снять общественное напряжение, иначе разъяренная толпа могла разнести весь город. Тит прислушивался к голосу народа и заслужил его восхищение. Но его правление продлилось всего два года. В 81 году нашей эры Тит скончался, и трон занял его брат Домициан. Строительство Колизея окончательно завершилось при Домициане. До него в амфитеатре было только три этажа. При Домициане добавился четвертый этаж, последний. Колизей подвергся серьезным усовершенствованиям. Были построены подземные помещения, предназначенные для новых зрелищ. В резервуаре глубиной шесть метров, который находился под ареной и который предназначался для инсценировок морских битв, соорудили извилистый лабиринт, где своего выхода ожидали участники различных игр. Здесь находились хищные звери, преступники, которых ожидала казнь. А также гладиаторы, готовые через несколько минут сразиться в кровавых поединках. В этом мрачном подземном пространстве люди и животные, которые были обречены на гибель, ожидали решения своей участи. Мы сейчас находимся в подземелье Колизея. Там, где ждали выхода на арену, гладиаторы и хищные звери. Они располагались вблизи платформ со специальными подъемниками. с помощью подъемников животные попадали на арену. В фундаменте до сих пор видны следы этих подъемников. Вот место, где когда-то стоял подъемный ворот. Вот так он, вероятно, выглядел. его вращали рабы, обеспечивая работу подъемника. Установлено, что в то время в Колизее было 28 таких подъемников. В дни проведения игр с помощью подъемников на арену доставлялись животные и реквизит. В Дни проведения вверху на арене шло представление, участники следующего зрелища направлялись к подъемникам. ворот начинал вращаться и подъемник приходил в движение. Как по волшебству участники представления появлялись на арене. Словно они были не подвластны закону земного притяжения. Император Домициан усовершенствовал Колизей именно для такого эффекта. Еще более эффектно выглядели представления, которые проводились ночью. Подобно своему отцу и брату, Домициан устраивал потрясающее зрелище, чтобы продемонстрировать миру свое могущество. Будучи задуман как место, где император мог общаться со своим народом, Колизей стал крупнейшим сооружением в истории Древнего Рима. После установления христианства жители Рима использовали древние сооружения как каменоломни. Из Колизея они унесли все, что смогли унести. Многочисленные статуи, стоявшие в арках и мраморные плиты внешней отделки были полностью расхищены. В 422 году нашей эры Колизей частично обрушился во время землетрясения. Сейчас мы видим его лишенным былого величия. Вот что сказал однажды Гёте. На Рим надо смотреть не глазами, а скорее сердцем. То же самое можно сказать и о Колизее. До наших дней сохранилась только треть этого великого сооружения. Но если мы посмотрим на него сердцем, мы поймем, что оно рассказывает нам историю, столь же вечную, как и цивилизацию, которая его породила. Авторы сценария Стори Йон, Ог Йонг Ким, Йонг Сук Йонг. Операторы Йонг Санг Ким, Ебион Ким. Продюсеры Чул Лим, Нэ Вон Нам. Композитор Ми Сунг Ли. Режиссер Джай Йонг Джеонг. Производство Компании Кореа Educational Broadcasting System. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Композитор Субтитры создавал DimaTorzok